Продолжаем нашу пресс-конференцию. Главный тренер хоккейного логового спорта Мирон Борисович Борисович, с победой вас! Первые два периода играли по заданию. В третьем периоде стали, можно сказать, играть по счету. Но это было неправильно. Решение надо было как играть, так и играть. Но так сложилось, что пропустили три гола. Пришлось догонять. Спасибо большое ребятам, что не бросили играть, играли до конца. И выиграли игру, так что спасибо им огромное. Скажите, пожалуйста, вопрос Андрей. Борис Олегович, с победой, скажите, пожалуйста, задается такое ощущение, что в третьем периоде они физически чуть подсадиваются. Ну, это может быть вам так кажется. Просто, как я уже сказал, они, видно, стали играть по счету, что нельзя этого делать. Надо было держать тот темп, который играли. Играть в глубину зоны, там постараться закрепиться. Поэтому сделали, видно, где-то потеряли концентрацию чуть-чуть. И сделали вот эту ненужную ошибку. Надо было играть, как играть, как играть, как играть, как играть. Олегович, как вы оцениваете турнирную ситуацию? Сейчас, получается, команда балансирует на грани, сейчас вообще не время за этим. Как вы все наследите? Ну, конечно, следим. Естественно, тренерский штаб следит за этим. А эти все команды играют. Сейчас уже нет славы команд, поэтому каждая игра важна. Ребята сегодня выходили с хорошим настроем. Это было заметно на раскатке с утра. Ну, мы всегда тоже, естественно, тренерский штаб прогоняем, чтобы ребята играли только на победу. Но здесь у нас работает та тактика. Это ступенька за ступенькой, матч за матчем. И двигаться каждый матч вперед, выигрывать и не смотреть на таблицу, выполнять свою работу. Смотри. Смотри. Смотри, Олегович, в связи с тем, что обыграли, ну, по сути, это был обыгран первым большой соперником в чемпионате. Будет какой-то такой перелом? А в одинакове, если не считаете, играется комик? Я считаю, что тренерский штаб выше. Ну, знаете, турнирная таблица тоже надо смотреть иногда. Знаете, я говорю, что команда выходит, мы не смотрим на турнирную таблицу, кто где. На каком месте мы разбираем команду полностью, смотрим сильные стороны, смотрим в слабые стороны. Стараемся не даризовать сильные стороны и воспользоваться слабой стороной соперника. Поэтому выходим на каждый матч побеждать. Самую главную победу. А эта ступенька за ступенькой нас поднимает выше. Поэтому я говорю еще раз, хочу повторить, что таким победой и делает коллектив намного сильнее. И команды выросли. Был прямо на тяже. Борис Леонидович, несколько слов о дебютанте Игоре Швареве. Человек с первой минуты активно включился в игру, но в итоге сыграл меньше 10 минут и всего 14 смен. Он просто еще не готов физически? Да нет, ну знаете, всегда, когда человек новый приходит из другой команды, там, может быть, другая система здесь где-то, может быть, мы перестраховались. Но он отыграл сегодня, молодец, хорошо. К нему вопросов нет, сегодня даже мог забить, в первой же смене выход 1-0. Ну, не забил, но ничего страшного, поэтому... Нет, просто он вливается в новый коллектив, а это всегда требуется в какое-то время понять тактику нашу. Поэтому здесь ничего страшного, я думаю, что он будет прибавлять с каждой. Тогда я еще один задам. Борис Леонидович, вот футбольные тренеры говорят, что самый опасный счет это 2-0. Вот сегодня как раз что-то похожее мы увидели, несколько слов скажите, пожалуйста, по этому поводу. Ну, вы знаете, любой счет такой бывает, и даже и 3-0, и 4-0, ведя за 5 минут, тоже бывает. Иногда пахнет. Поэтому здесь самое главное правильно сыграть, при этом счете не допустить игруных ошибок, и сделать... ну, сыграть правильно игру и закончить эту игру на пробегу. Самое главное. Борис Абедович, хотелось по бракарской теме спросить, вы ли я в позицию в этом сезоне так ратируете, что, в общем-то, когда Данск на льду, как правило, проигрывает, а Карасиков, как правило, приносит победу после Минска и сегодняшней игры, нет мысли, что пора уже как-то остановиться на кухне, но более конкретно. Ну, вы знаете, всегда, любой тренер вам скажет, что один повторен сезон пройти очень сложно, поэтому мы стараемся как-то кому-то дать отдохнуть, не нагружать для такой степени, чтобы потом человек попал в ян и тяжело его реанимировать. Поэтому смотрим, разговариваем с тренером в артарей и стараемся найти оптимальный вариант для наших двоих в артаре. У нас есть и Скалонский, поэтому можем его тоже использовать. Я не вижу никаких проблем, что в артаре, в этом числе за грудь, через дверь, наоборот, конкуренция, и она только способствует просто у артарей. Сейчас залейте вопросы. Боря? Боря нет вопросов, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо еще раз. Спасибо. Коллеги сейчас Леша Крассиков вас уже ждет.